Примите, пожалуйста, на поклоны. Примите, пожалуйста, на поклоны. Так, сегодня мы обсуждаем шестой стих Шри Дамадараш-таки, молитв Сатьевраты Муни, обращенных к Господу Дамадаре. Мы говорили с вами о том, что текст Дамадараш-таки доступен нам благодаря Хариба Активиласе Шила Санатна Гасвами. Также Санатна Гасвами написал комментарии. В рамках комментариев к Хариба Активиласе Санатна Гасвами составил и комментарии к стихам Дамадараш-таки. И на основе этих комментариев мы прочитаем сегодня шестой текст. Намодэ Вадамода Раманта Вишно Прасида Прабоду Каджаллахимагнам Давайте посмотрим на этот текст. Давайте вспомним также первые три текста Дамадараш-таки были своего рода магово-чараной ко всей молитве, в которой Сатьеврата Муни перечислял различные качества Кришны, из которых самым главным является Бхакти-Бхатха. Это тот, кто может быть связан любовью, любовью своих преданных. Четвертый и пятый тексты – это была уже молитва Сатьеврата Муни о том, чтобы Господь всегда оставал своего сердца. Вы помните, дважды Сатьеврата Муни употреблял слово «аверастам». «Маноси аверастам». Пусть же всегда Господь, пусть он и всегда войдет, буквально, всегда войдет в мой ум. Но шестой текст – это еще более высокая ступень в своей спонтанной молитве Сатьеврата Муни просит, чтобы Господь непосредственно предстал перед его взором. Так, давайте посмотрим на наполнение этого текста. Начинается слово «намаха», «поклон» или «поклоны». И далее, смотрите, Сатьеврата Муни причисляет шесть имен, шесть имен Кришны, шесть имен. Снат Нагасана говорит, что, по сути, этот стих представляет собой «намасанкиртану». Здесь повторяется шесть имен, шесть имен Кришны. И «намасанкиртана» – это, как говорит Эчария, самый действенный способ того, чтобы призвать Господа предстать перед взором своего преданного, непосредственно предстать, даровать ему свой даршин. Итак, Сатьеврата Муни говорит «дева», «дева», то есть «о божественной», «о прекрасный Господь, дева». «Дама дара», там уже много раз говорили, «дама дара» – тот, кто был связан веревкой любви Мамы Ишоды, «дама дара», тот, чей живот обит веревкой. «Ананта» – «о безграничный», или, как говорит Санат Нагасвами, «ананта» – тот, чья милость безгранична. «Вишно», то есть «вишно», «о всепроникающий Господь». «Вишно» – «всепроникающий» и «который также может…» «Для которого нет никаких преград,ными словами». «Всепроникающий». Далее также он говорит «прабо», это звательная форма от «прабу», «о господин». «Праву», «тот, чьи непостижимые энергии безграничны, изумительны и очень могущественны». То есть тем самым, кстати, вратом воли говорит, «ты сможешь предстать перед моим взором, хотя сам пребываешь далеко от своей вечной духовной обители». И «просида» означает «будь милостив, пролей на меня свою милость». «Просида» – от глагольного корня «сад». Представка «пра» как такая, усилительная. «Просида» – «будь милостив, пролей на меня свою милость». Отсюда также происходит родственное слово «просад». «Просад» – милость. «Просида» – «будь милостив». Напомню, что Шукадева Гасвами в начале второй песни Шамадбагавы, там он в целом, в целой серии стихов, он постоянно говорит про Сида, про Сида, говорит Господь, пусть Господь будет доволен мной. Вообще говоря, повелительное наклонение, то есть такая настоятельная просьба. Пусть Господь, пусть же ты, Господь, будешь милостив ко мне. Итак, а кто же такой я? Кто же такой я? Духа Джала Абдхи Магнам. Такая вот самаса из четырех слов. Духа Джала Абдхи Магнам. Магна тот, кто тонет. Тот, кто тонет. У нас уже было во втором стихе. Как же это звучало? Или это в третьем сейчас? Салагошем и Тидрик свалил апхир, а на андакунде Салагошем и Маджан там. Там было, Маджан там, Кришна погружает, тоже буквально топит своих преданных в океане любви, в океане любви к нему, в океане описания своих божественных деяний. А здесь Магна – это тот, кто тонет в океане несчастья. Абдхи – океан, Джала – вода. Джала Абдхи – это океан, наполненный водой. Но какой водой в данном случае? Духа. Духа Джала Абдхи – вода несчастья. То есть Духа Джала Абдхи Магна – это тот, кто тонет в океане несчастья. Так в данном случае называет себя Сакиврат Амуни. И что же он просит? Что он просит? Он просит, чтобы Господь бросил на него свой милостивый взгляд. Крипа Дришти Вриштиа. Вриштиа – это дождь. Глокольного корня Вриш – отсюда происходит. Варшати льет лить. Вришти – это дождь, а вриштиа – это творительная падеж. Дождем. Дождем чего? Крипа Дришти. Крипа Дришти – это милостивый взгляд. Крипа Милости – дришти взгляд. Крипа Дришти Вришти. Буквально слово в начальной форме – это Крипа Дришти Вришти. Дождь милостивого взгляда. Здесь оно в творительном падеже звучит как Трипа Дришти Вриштиа. Итак, будь милостив, пролей на меня дождь своего милостивого взгляда. На меня, как мы уже сказали, тонущего в океане несчастья, а также Ати Динам. Дина – несчастный, обездоленный. Ати Динам – очень несчастный. Далее, также здесь вздыхает, добавляет, кстати, врата Муни – бата. Бата означает «О, увы, увы, я очень несчастен. Я тону в океане несчастья буквально». И он еще раз говорит, до этого он говорил про Сида, и здесь близкое слово «анугрихана». «Анугрихана» означает «Также пролей на меня милость, будь милостив». По сути, то же самое, что и про Сида. Милость – это и просад, это и крипа, как тоже перед этим употреблено это слово. И также «анугрихана». Но «анугрихана» – это в повелительном наклонении «Будь, пожалуйста, благосклонен». «Будь, пожалуйста, благосклонен». Еще один эпитет, указывающий на всемогущество Господа – это Иша. Иша, о Верховный Господь. «Будь благосклонен, мам, ко мне, агьям». Агьям невежественному, тому, кто лишен любого, тому, кто лишен трансцендентного знания. И «эдхи акшидришья». «Эдхи» – интересный глагол, тоже повелительное наклонение. Вот видите, как преданный обращается к Господу, и уже третий раз глагол в повелительном наклонении. Он говорит «просида, будь милостив». «Анугрихана» – «будь благосклонен». Еще он говорит «эдхи акшидришья». «Будь, акшидришья» – буквально «будь представшим перед моим взором, будь доступен моему зрению». «Эдхи акшидришья». «Эдхи» – интересный глагол. Это, вообще говоря, глагол, это форма глагола «ас» – «быть». Откуда происходит? Также «аз» – «есмь» в старославянском. Мы знаем, что наскорите «асмин» – «я есть», «асти» – «он», «она» – «есть». Но в повелительном наклонении этот глагол принимает форму «этхи». «Будь доступен моему зрению». «Будь доступен моему зрению». Давайте попробуем все это связать. Литературный перевод. «О Верховный Бог, я приношу тебе свои поклоны. О Дамодара, о Ананта, о Вишну, о Повелитель, о Господь мой, я хочу лишь одного, чтобы ты остался доволен мной. Обратив на меня свой милостивый взор, спаси несчастного, невежда и глупца, тонущего в океане мирских печалей, и позволь мне всегда лицезреть тебя». Итак, шестой текст, он описывает просьбу настоятельную, как мы видим, очень интенсивную просьбу с Экевротемуни, чтобы Господь уже не просто всегда оставался в его сердце, но явился непосредственно перед ним, дал ему свой даршин, дарвал свой даршин. Я думаю, что будет в связи с этим уместно вспомнить классификацию ступеней предного служения. Мы ее обсуждали, когда говорили о стихах из второй главы первой песни Шамадбагава. Мы познаем девять основных ступеней предного служения, от шатхи до премы, но также, как мы говорили, Вишна Чикарварти, такур, он дает и расширенную классификацию, в частности, после премы, которая у него идет на 12 позиции, казалось бы, куда уже больше, идет даршина. Даршина – это прямое восприятие или прямое созерцание Господа, очищенными духовными чувствами, естественно, даршина. И еще после этого идет Маткурия Анубава, опыт сладостных взаимоотношений с Господом. Этот текст, как просьба с этим ратамуни, пребывающим, несомненно, на уровне премы, даровать ему даршин непосредственное видение формы Верховного Господа Дамодара. Давайте также прочитаем перевод из английского песенника. О, Unlimited Vishnu, О, Master, О, Lord, be pleased upon me. I'm drowning in an ocean of sorrow and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nictarian vision. Так интересно, такая литературная обработка. Но здесь четко говорится в английском варианте о дожде милости. В русском этот сглажен нет. Просто обратил место в милостивый взор. Но, как мы говорили только что, анализируя пословный перевод, крипа, дришти, вришти означает дождь милостивого взгляда. Вот то, что я хотел сказать по поводу этого стиха на основании комментариев с надмога с вами. Пожалуйста, есть ли у вас какие-то дополнения или вопросы? Прикришна, можно, пожалуйста, вопрос? Да, пожалуйста, Мадошка Тереновна. Прикришна. Спасибо большое за объяснение. Очень интересный стих. Можете, пожалуйста, я правильно понимаю, подсказать, я правильно понимаю, что все молитвы имеют четкую структуру. То есть сначала идет прославление, потом как бы связь между Господом, к которому обращаются, Личностью, к которой обращаются, а потом идут просьбы. Или это так, ну, может быть, вы более подробно можете рассказать, я понимаю, что молитва четкую структуру имеет. Я правильно понимаю. Да, классически. Спасибо за ваш вопрос. Классически молитва имеет структуру признания могущества того, к кому мы обращаемся, признание своего незначительного положения и затем и затем уже просьба. Затем уже непосредственно просьба. Я думаю, где-то сказано в шастре о том, что молитва имеет такую структуру. Это совершенно точно есть в христианских писаниях. В трудах Василия Великого я помню, что он пишет, что молитва имеет такую структуру. Но это где-то описывается так же. Может быть, кто-то подскажет. Мало бы читания про может, вы помните. Но традиционно есть определенный Мангла-Чарна. В эмолитве, которая Мангла-Чарна также состоит из трех элементов. Это определение Васту-Мердеша. Это определение того, к кому мы обращаемся, объекта поклонения Васту-Мердеша. Что еще? Что еще? Принесение поклонов и призывание благословения. Принесение поклонов и призывание благословения. То есть тоже, по сути, определение объекта поклонения, признание своего незначительного положения и уже призывание благословения. В структуре Мангла-Чарна эти три элемента также выражены. Вот на данный момент то, что могу сказать по этому ходу Матушкой Пере. Спасибо большое, Али Кришна. Спасибо. Али Кришна. Есть ли еще дополнения? Вопросы? Замечания? Мы видим, что молитва идет по нарастающей. очень интересная структура Дамады-Раштыки. Начав с просто писания качеств Кришны, Дамады-Раштыки. Сакивра-Табуни просит все больше, больше и больше. И седьмой, и восьмой тексты он уже будет просить о том, чтобы всегда находиться в состоянии Кришна-Премы. это говорит о нарастающем, о нарастающей интенсивности, интенсивности его сакивра-Табуни любовного чувства к Господу Дамадаре. Поговорим о седьмом, восьмом текстах на наших следующих встречах. Хорошо, если нет больше дополнений, тогда на этом закончим. Сегодня продолжение следует.